Вы на свои плечи, волею, решениями глав государств взвалили нелегкую ношу. Четыре года, да? Четыре года вам придется тащить эту ношу. Вы человек опытный, прошедший немалый путь, в том числе в экономике. Наша организация Евразийского экономического союза, организация экономического характера. Принципиальный подход Казахстана к этим вопросам я очень хорошо знаю, поскольку Санкт-Петербург был у истоков создания этой организации. Нынешнее руководство Казахстана привержено этому курсу именно экономической направленности Евразийского экономического союза. Мы, конечно, заинтересованы, я и президент России Путин, в том, чтобы СНГ, Евразия, союзное государство, это все-таки многоуровневая интеграция. И мы заинтересованы вместе с Россией в том, чтобы Евразия больше перенимала опыта у союзного государства. То, что приемлемо для Евразии, так как мы заинтересованы, наверное, и вы, чтобы СНГ, которая находится на самом низком уровне интеграции, ориентировалась на Евразии, ну, а может быть, и на работу в рамках наших союзнических отношений с Россией. Но это воля глав государств, правительств, элиты этих государств. Мы особо не настаиваем на этом процессе. Но как вариант, почему бы нет? Но это не главное. Главное, что у нас в самом союзе экономическом существует ряд проблем, над которыми надо серьезно работать, экономического характера. Нам бы очень хотелось, и это надо сделать в период вашего председательства, поскольку сам Казахстан играет очень важную роль в союзе, нам очень хотелось бы, чтобы мы убрали всякие барьеры, которые еще, к сожалению, существуют у нас. Нам надо договориться по поводу энергетических вопросов, чтобы были равные возможности у государств. Надо единые рынки газа, нефти, правильно я говорю? Да, медицинский рынок, общий рынок. Да, общий рынок надо создавать. От этого мы никуда не уйдем. Вы видите, как ситуация складывается вокруг, и сами обстоятельства вокруг нас подталкивают нас к более тесному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза. Я всегда говорю о том, как экономист, что будет экономика, будет и политика, и дипломатия, и военные отношения мы будем развивать, если будет экономика. Поэтому надо создавать смелее на принципах кооперации предприятия совместное, финансировать их. Я думаю, что, используя ваш опыт и вашу прежнюю в вашей жизни вовлеченность в экономические процессы, нам удастся немало сделать. Главное, вы инициируйте, не молчите, вы это умеете делать, как и ваш президент, я имею в виду Казахстан, а вы сейчас уже не казахский, вы уже и наш, вы международный государственный служащий. Но, тем не менее, есть у нас Казахстан и есть президент Касым Жамар Кеменович Такаев, который откровенно высказывается по многим вопросам. Я думаю, вы будете таким решительным человеком, вы будете предлагать то, что вы видите является препятствием в развитии нашего экономического союза. В общем-то, я вас поздравляю с этой должности. На нас вы всегда можете рассчитывать, тоже откровенно нам говорите то, что мы должны сделать. Если мы что-то совсем не можем сделать, мы вам тоже откровенно об этом скажем. Но пока таких вопросов нет, которые мы могли бы обойти и не участвовать в развитии нашего союза. Да, ну и вы, наверное, были хоть как-то вовлечены в процесс нашей начала электоральной кампании этого года и начала будущего года. Вы знаете, что мы вступаем в такой сложный период. У нас всегда эти политические потрясения, что у вас в Казахстане, что у нас в Беларуси или в России и других республиках всегда заканчиваются какими-то событиями. На удивление, спокойно прошли эти выборы. Вы знаете, что мы начали обновление, аккуратное, спокойное обновление политической системы. Мы видим, что это надо сделать. Меняется поколение политиков, новые люди приходят, молодежь. Поэтому нам надо готовиться заранее, эволюционным образом, к смене вот этих, я бы не сказал, политических каких-то нарративов. Важнее аккуратно пройти смену поколений. Вы точно знаете, во что это обычно выливается. Поэтому у нас начался этот непростой процесс, но это наши задачи. Мы их решаем как можем. Поэтому, я говорю, может быть, у вас какие-то есть замечания по поводу состоявшихся выборов всех уровней Советов и парламента. Они по новой конституции у нас будут являться предчетчей и основой формирования Всебелорусского народного собрания. Своеобразного вечера. Оно и у вас есть во всех среднеазиатских республиках. По-другому называется. Фрунтай у нас называется. Да, да, поэтому вот такой вот Всебелорусское народное вечер, оно у нас уже давно прижилось, приобрело конституционный статус. Вот выбирали мы основу Всебелорусского народного собрания, потому что все, кого мы избрали, парламентарии 100%, парламент входит в состав ВНС. У нас городской наш совет, из областные советы будут делегировать часть своих людей, партии и так далее, гражданское общество. Поэтому такая аккуратная перестройка, можно сказать, настройка идет. Поэтому если вы, исходя из своего опыта, увидели что-то, на что нам надо обратить внимание, и может даже неприемлемо для нас, ну так вы подскажите, мы будем вам очень благодарны. Спасибо. Уважаемый Александр Георгиевич, спасибо большое. Хочу вас искренне поблагодарить за возможность нашей встречи с вами на гостеприимной белорусской земле. Я вчера прибыл и как раз таки застал момент голосования. Был наш председатель казахстанского ЦИКа и замгельсекретаря ШОС. Они прибыли сюда как наблюдателей на выборы, и они отмечали высокую организованность. И так все спокойно, хорошо прошло. То есть очень положительная оценка того, что все происходило. Все очень тихо, спокойно. Люди радуются. Организованность на всех участках. В глазах у людей радость. Приветствия, песни поют. То есть какой-то праздник был на самом деле, что люди пришли и проголосовали. И еще один момент меня удивило. Не только вчера, но и еще предварительно голосовало. Такое большое количество активно проголосовали. Это тоже результат той работы, которая проводилась. Она, может быть, со стороны, возможно, не было заметна. Но вот результат показывает. В день выборов все хорошо, спокойно.